Система дополнительного образования для детей претерпевает существенные изменения. В школах столицы республики становится все больше секций и кружков. О возможности выбора финансовой поддержки говорили сегодня на еженедельном совещании в администрации города Чебоксары. Отдать ребенка в бесплатный кружок или заплатить за возможность индивидуального подхода к развитию детского таланта. У родителей всегда есть выбор. В последнее время растет спрос на дополнительное образование. Электроскрипка, гитара, ударные инструменты. Эти и другие новые направления начали свою работу в центрах дополнительного образования столицы Чувашии. 27 новых кружков появилось на базе школ. Из бюджета города Чебоксары выделено 506 миллионов рублей на развитие дополнительного образования в 2018 году. Для детей данная сумма финансирования, которая предусмотрена и которая выделена, дает возможность бесплатно посещать 1600 кружков и секций. В городе сохранена возможность выбора двух или более кружков одним ребенком. Всего в отрасли дополнительного образования, которое финансируется из муниципального бюджета, сегодня работают 750 педагогов и тренеров. Особой популярностью пользуются занятия по вокалу и театральному искусству. Они уже стоят в перечне платных услуг. У каждого ребенка должна быть возможность получения дополнительного образования. И дополнительное образование должно быть доступно. И родители, которые отдают в музыкальные школы, в спортивные школы своих детей, которые заинтересованы в том, чтобы было занято их свободное время, в том, чтобы они занимались только тем направлением, которое им нравится, выбирают. У них есть возможность пойти в платные кружки. Кстати, узнать все о кружках можно будет на сайте «Доступное дополнительное образование». На нем можно получить информацию о тематике, графике работы, возрастной категории. В базе 3500 различных секций, как платных, так и бесплатных. Сайт начнет работать с 1 февраля. Записать ребенка можно будет, отправив электронную заявку. Юлия Важенина, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.